добрый день добрый день вот сейчас только из банка везде ходил ходил и ничего не мог вы выколотить хорошо прочитал ваши сообщения единственное что я когда заполнял анкету на отправку денег а там было написано фамилия имя и отчество вот как вот было я и я и написал вы написали фамилия отчество а потом имя вы имя и отчество по разными местами поставили они к этому привязались то поэтому вы отчество выбросите выброси отчество просто лапкину игнатия не буду ставить его до отчество тогда не будет когда это сможете сделать так я могу наверное завтра скажу это мне нужно как можно быстрее потому что я уезжаю до 10 октября а за это время они могут еще что-то придумать хорошо игнатих да я завтра тогда я не поставить отчество просто понимаете если бы вы сегодня сделали то завтра я бы уже получил а так суббота воскресенье уходят а там дальше неизвестно а суббота воскресенье пустое не работаю у нас просто сейчас прочь у нас сейчас ночь и я смогу подумать как лучше сделать то у меня еще время то есть хорошо уезжаю на сейчас на день деревни а потом приезжаю ничего не зря вот такая дурнина я я их там прямо стыдил какие вы битва это безжалостные все правильно все сделано игнатий тихо во всем интернете нету такого имени вместе с очень это же не владимир николаевич не иван иванович на сидят ухмыляются да и до тихо самое главное я же вам а вот код самое главное вот еще код что чек я вам отправил который что тоже оставалось или еще код менять надо я я не сам я завтра схожу у них узнаю еще не доплачивать чтобы сразу ничего не взяли за это додумаю что нет потому что перевод я сделал яска я им объясню ситуацию и они мне уже там скажут скажите скажи отчество надо выкинуть просто не говорите там куда пи спереди сзади убрать скажи надо они не дают почта уберут а вот отчество убрать и больше ничего не надо опять так лапки на игнатию и в нужную графу что поставь обиду там фэмили наизу чем указано на им где указано туда на им поставить да хорошо они без отчества примут да то есть я не знаю да дальше то но с как тот номер то чтобы на них то пришло это им-то зарядить надо в эту машину то да игнатий а если вот вы сказали что имя и фамилия а без отчества они они деньги выдадут да если отчество не нужно совсем было писать а если бы не было написано отчество они бы выдали они бы выдали они разными местами я попросил провести меня к начальнику ничего не помогло да я первый раз отсылал еще не надо узнать как это сделать то чтобы то которое вы высылали она не пропала и не погасилась а выдали по новой который у меня она не она не должно пропасть потому что я завтра схожу и скажу что перевод не получили из-за там вот из-за места имени они все осталось как только отчество выбросить да хорошо 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 чтобы дома оказались а то я думаю и бас нету я говорю их нет они уехали они звоните им звуки им меня гоняли гоняли бесполезно все у нас говорит такое правило такое правило то разве они учитывали что будут из-за границы люди посылать имя в отчество мы на днях его посылали посылку мы четвером и посылали вам посылки там и мы не знаем куда еще писать там какие мелканьки до коньки ну послали я сейчас посмотрела вы за следите за ними они уже в новосибирске а хорошо я вам прошу гнать технич не волнуйтесь завтра завтра скажу и я у них все все они мне покажут и все здесь хорошие это люди они там адекватные то есть помог отчество никогда не писать не надо но не нужно там только имя написанной фамилия хорошо имя фамилия там у русских отчества тут они по-английскому делать везде это внимание вы не обратили а тут зарубежная и они закатом прикопались прям прикопались прикопались я говорю что же вы делаете то все правильно вы сумма кто чужой то назовет вам сумма и номер то ну мы верим что да не волнуйтесь я завтра схожу и все нормально все вашим поклон передавайте и скажите как дело было хорошо как как с вами как с вами связь держать когда вы уедете в деревню а вот как писать а вот здесь вот сайт в скайпе пишите нет как с вами связаться когда вы в деревне уедете или у вас не будет летом я туда свой компьютер забираю но разговаривать по скайпу нет там страшно деньги взимают описать можно описать можно писал а вы мне ответ вы своим позвонить что у нас воскресенье будет день деревни воскресенье приедет митрополит ваши смогут не попасть хорошо хорошо мы бы приняли их тут у нас не получается у нас получается так уже я просто говорю чтобы вы знали у нас хорошо одна из америки лидия муранова она сейчас завтра встречаем ее да здорово хорошо уехали там у нее сыновья где-то на каких-то постах там вооруженных силах летчики а я так понял никак она в каком городе сейчас не могу сказать только надо смотреть по адресу то где какой хорошо хорошо и затеешь не волнуйте летят на этот вопрос наверное где-то завтра скажу все все узнаю а в каком городе сейчас мог бы заглянуть подождите ка сейчас я у меня там адреса где есть муранова сейчас я туда вы покажете рассказываете меня свое давно мы вот тут все в работе мама сказала что все объяснила по поводу дня деревни и что вы пригласили нас приехать а у нас очень работа очень как-то сказать напряженная что очень много работы сейчас и прям даже не знаем как 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 вырваться вот ну вот помолитесь за нас чтобы у нас получилось потому что я уже в россии да а что я в россии уже не был в россии не был пять лет у нас ну у меня собственный бизнес здесь и здесь развиваю свое дело да не связано с это связано с это с контрактом с контрактом который я заключил по работе и вот прямо ну мне некого квалифицированного работника я даже не могу найти я даже готов заплатить деньги хорошие человеку чтобы он работал но дело в том что я не могу найти такого работника квалифицированного чтобы он выполнял мою работу и мне приходится много может быть от нас бы кого-то может взять было но здесь здесь очень-очень тонкая специфика человек должен находиться здесь в америке 1 1 сейчас ездил в испанию и там работал три месяца и вернулся по три месяца там но там по электронике что-то помогал да ну бог даст мы приедем и я объясню сможем познакомиться с но дело в том что специфика работы такая что здесь управление управление персоналом здесь на месте должно не пойдет не подходит нет человек не знаете чего а ну вот да да обязательно должен ну не только не только язык но должно должно быть еще квалифицированное направление именно по моему бизнесу вот так что вот еще но сейчас вот может быть сотрудница которая работает со мной я вот пытаюсь ее научить но очень-очень долго она соображает тяжело идет но но идет потихоньку дай бог может быть дай бог может быть потихонечку она наберется опыта так что игнатий техничес просим молитв ваших хорошо хорошо я буду это помнить спасти христос я уже молюсь спасти христос все устроим как надо да не волнуйтесь я завтра вам позвоню как скажу туда или напишу как как скажу как-то сделайте так чтобы никакой ошибки не было там не ходить далеко для меня я же и шел 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 у меня же транспорта ничего нету вернулся весь как лягушонок да да ну простите что так вышло да непонятно не знали простите если можно они только подумайте хорошо чтобы тут больше не было натуре как-то ликвидирует ту и другую справку дадут или как потому что они же из аппаратуры берут да я я я у них узнаю как сделать так чтобы перевод этот осуществить без проблем все остальное правильно там где написано family name там все и ставьте как надо а отчество там даже графы то такой нет вы такое уважение ваше а дело в том что я когда заполнял была графа отчество было и имя фамилия отчество я заполнял так еще разе отчество там у вас есть по-английски да а было 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 строка отчество было вот я туда и вписал его а как она по отчеству было как называется графа на называется это так это был сэмилины и first name а middle name называется middle name это среднее имя да перевод среднее имя да было прямо это но я думаю на ну я вписал поехали сколько вам нет было так и 10 лет назад это 24 24 тогда было вам 24 до 24 и как вы быстро научились разговаривать с ними но я в школе учился английский был за год наверное я так более-менее научился но вас они знают чтобы не американец по голову поговорю то но они а по акценту да они понимают что вот у нас говорит его сразу основного предложения определю что они русские не но когда так мы немножко поговорю они так не определят а вот они акцент немножко слушаю слышат но но не сильно до америка они чувствуют акцент они справа они спрашивают а ты откуда и сразу я говорю из россии а как американцы к русским относятся так же как щекану своим да тихонич вот такого понятия прям американцы здесь оно отсутствует потому что здесь очень много вся страна она вот очень много приезжих здесь очень много индусов китайцев очень много разных наций и испанцы и ну итальянцы есть тоже а вы домой а вы откуда уехали я были жили до этого до америке то да а до этого в омске в омске в омске да но вот обратно вам не охота вернуться ну я конечно скучаю и да ну я я не думал про это еще а вот я был в америке когда ездил я не мог дождаться когда вы еду оттуда для какой-то она все не такое да тут все все по-другому конечно жизнь совершенно другая но но конечно за родиной скучаю когда они там говорят о россии как они понимают что это раша что все в ней пропащие или что-то там есть как они нас и их и их не интересует как люди относятся хорошо вот люди вообще в принципе друг другу относятся хорошо здесь как они россию как уважают говорят или боятся у всех с у разных людей разное отношение тот кто смотрит телевизор тот боится потому что там пропаганда идет как агрессивная страны а те кто люди общаются от русских те нормально все не боятся которая в америку приезжают русские они к нам к ним относятся как как хорошим людям или какая-то шпана понаехала нет как хорошим людям да как хорошим но они знают что русские большинстве православные они знают что да они это называют просто христиане есть они да вот тут вот один был с ним встречался он горит в америке 20 тысяч разных наименований сект ересей они называют динаминации конфессии да да очень много христианских здесь вот этих вот течение так сказать сект вот этих ну поймете протестантизм протестантизм хорошо так я если вам напишу сейчас меня привезут в другие банки повезут да 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 и договорились да и тогда я буду скидывать вам получили может другом месте дадут вот тебе на вот новинка новость какая так а тебе этот севастян брал ключи тебе дал ключи от калитки ах вон как можно чтобы и тут глядели ладон то я очень беспокоюсь за голубей особенно сейчас едем мы послезавтра утром уезжаем туда потеряем куда а потом воскресенье я возвращаюсь да с богом так об алексея будем молиться все ну и передай ему это скажи мы тебя помним он хороший аллилуйя везли тут крестико моего а он был когда-то главный агроном ну и что-то где-то недалеко ему стало плохо в кардиоцентр увезли сейчас ну ему лет на 60 с чем-то уже у него с ногами сколько операции было там счета к ему там не вставляли там железные ну помоги христос до алексея звать его его мать моя двоюродная сестра вот как а он мой крестник когда его крестили я на руках держал ну помоги христос когда лагерь был хлопотал чтобы землю нам дали и прочее очень хороший спокойный такой ну и когда агрономом был а там на бугре ему выделили землю все понимают земля бросовая там ничего не растет а когда сказали другим а который его знает говорит да он на камне вырастет самые лучшие сады и правда он столько всего по навес там навозу и такой сад разбил там ботанический ноги когда он ушел там его сожгли сады все там отовсюду ехали облепиха и яблоки и наверное виноград я не знаю как еще так у него не было сибирь да да это непростое дело с сам был сад был там просто как зоопарк какой гербаре такой сказать ну выставка труд тяжелый но радостный конечно да ну ему счета с ногами с ногами и сердце видно не выдержала ну что все тогда хорошо игнат тихонич не волнуйтесь завтра скажу как скажу сразу вам напишу да сразу а я буду суда скидывать данные какие буду сейчас часа через два за мной заедут повезут по городу в разные банки хорошо ну господи помоги до помоги тоже поражите чтобы господь как-то все сбоку больше вас нет еще поклон от мамы поклон от мамы я передавай сразу спасибо все с богом с богом хорошо сбоку